Можно было бы, конечно, поехать туда, откуда надо было бы начинать этот рассказ, но я покажу вам, о чем вообще идет речь. Хочу вам показать место, где начались вообще политические протесты России и где прошел первый политический протест. Вот оно выглядит вот так вот. Вот видите, это Казанский собор, и обратите внимание, что перед ним стоят кареты, но никаких деревьев еще нет. Ну, я подробно об этом, собственно, пишу и в этой книжке, и у меня и ролик есть об этом. И почему я не поехал к Казанскому собору? Да потому что хочется комбо сделать, и очередные дворы вам показать, и порассуждать на тему. Но дело в том, что если вы обойдете Казанский собор с обратной стороны и с правой стороны, там, с обратной стороны дома по проекту Стасова, висит мемориальная доска, где сказано, что там 6 декабря 1876 года произошла первая в России политическая демонстрация, во время которой, кстати, я не помню, сказано ли об этом на этой мемориальной доске, может быть и сказано, во время которой был впервые поднят красный флаг. Поднят он был Яковом Потаповым, которому было 16 лет. И вот почему я зател этот разговор, я как бы сделал и посты у себя в соцсетях, посмотрел обратную связь, очень интересную на самом деле. Дело в том, что мы сейчас живем в такое время, когда считается, что Навальный выводит каких-то тупых подростков на улицу, и они, эти тупые подростки, совершенно не понимая, что они делают, с ОМОНом гасятся. Во-первых, там не только подростки, во-вторых, они и не тупые, в-третьих, дело в том, что так было всегда, к сожалению. Почему я не пойду протестовать вместе с этими прекрасными Навальными? Ну, потому что я как бы не для того изучал вот эту всю историю с революционным терроризмом, с революционными всеми этими вещами, чтобы не понимать, к чему и как это все приводит. Я вам хочу показать еще одну книжку. Вот так вот она выглядит. Я всегда говорю, что мой интерес к истории начался с книги «Народовольство в Петербурге». И вот это вторая книга. Я ее купил практически в пандан, потому что, опять-таки, третье отделение, я ничего не знал. И эта книга написана человеком по фамилии Троцким, но он не имеет отношения к Льву Давидовичу Троцкому, тем более Лев Давидович, он же и не Троцкий на самом деле, как вы знаете. Я вам хочу прочитать буквально вкратце. Значит, вдова этого историка, Людмила Павловна Эйзенгард-Миклашевская, ну, не выучишь, конечно, с первого раза, в злополучный день декабря 1932 года прибежал Сережа и сообщил, убит Киров. Сережа – это известный специалист по истории освободительного движения Гессен, тоже они этим занимались. Не хотелось верить, но так далее. Убийство Кирова его нас потрясло. Он пользовался большой популярностью. Сережа бежал, и вскоре Изя, так она называла своего мужа, продолжал сидеть в оцепенении, только кисти рук его слегка дрожали. Это бывало у него, когда он очень нервничал. Я заварила крепкие чай, мы сели за стол, я спросила, почему в таком состоянии надо из него выйти. Он посмотрел на меня долгим печальным взглядом, что мне стало жутковато. Это только начало, сказал он. Теперь надо ждать ужасных последствий. Каких? Откуда ты знаешь? Что за чушь? Он осмехнулся и с горестью ответил. Хорош был бы я историк, если бы не мог разобраться в таком факте. И действительно, Исаак Моисеевич Троцкий, как ходу глядел, он был обвинен в подготовке убийства Кирова. В 1936 году его арестовали, в 1942 году он умер в лагере. Его жена отторобанила 17 лет в лагерях. Но дело не в этом. Вот этот момент, он все время стоит у меня перед глазами на протяжении, не знаю, уже почти 20 лет, когда я первый раз эту книжку-то купил. Вот человек, да, вот он как бы понимает момент. И он ничего с этим не может сделать. Ну то есть, ну что он мог в тот момент сделать? Ну он мог выбежать, сказать чего-то, ну и к чему бы это привело. И вот я в последние, там, не знаю, 15 лет живу с этим ощущением. Я, конечно, себя никоим образом не приравниваю к гениальному историку. Отнюдь нет. Я там размещу ссылку на клип, который я снял, ну клип, как на коленке сделанное трэшевое видео очередное, который я снял еще в феврале 2012 года. Мне иногда спрашивают, вот когда я еще про Собчачку, да, снимал, Собчак Президенты. Как вы там угадали? Да что там угадывать-то? Господи, вопрос не в знании истории, вопрос в знании и мотивации в человеческих поступках и так далее. И вот как бы клип был про Навального, прошло почти уже 10-10 лет, ничего не изменилось, ну только там теперь у нас президент не Медведев, а Путин, а суть все та же самая. И основная проблема заключается в том, что для министра юстиции Палина Яков Потапов был вот таким же малолетним идиотом, которого надо просто было выпороть и все бы решилось. Все эти студенты, которые выступали против царской власти, были малолетними идиотами, которых надо было выпороть и все бы решилось. В советской власти все было то же самое, ведь мотивация-то у нас очень простая. И иногда пишут, ну как бы как можно сравнить вот этих вот людей с айфонами, которые ходят на протесты с теми едиными рабочими. То же самое ведь было тогда. Им говорили, ну ребята, смотрите, провели реформы, что вы еще хотите, вот вам все дали в советское время, как говорили. Тебе советская власть дала бесплатное образование, одел обулу, какого хера ты против нее что-то там вякаешь. Поэтому на самом деле суть не меняется. И меняется контекст, но не меняется вот это вот отношение. Я сейчас скажу вещь, которая, наверное, много их удивит, но по факту она таковой и является. Да, хорошо, окей. Вот представьте себе, я всегда вожу экскурсии, когда по Красной Пресне задаю вопрос. Ну, во-первых, я спрашиваю у скульптуры, которая рядом стоит с метро, в чем здесь неправда? Где советская власть начинает промывать мозги? И многие отвечают. То есть за счет даже монументальной советской пропаганды. Потом вот Декапрьское восстание 1905 года. Вот это что такое было по сути, да? Это была революция или это был Майдан? Вот это вот вечно у нас, понимаете, люди, в зависимости от своих идеологических предпосылок, они считают, что, ну, не знаю, восносить память к Петру Первому и генералу Скобелеву в Москве – это хорошо. Я имею в виду тот памятник, который стоял на Берлотейской набережной. А восносить память к Ленину – это плохо. Переименовывать Петроград в Ленинград – это хорошо, переименовывать Ленинград в Петербург – это плохо. Ведь, по сути-то, на самом деле действия одинаковые, но как все разнится? И, ну, представьте себе, да, в центре города начинают возводить баррикады, начинают убивать полицейских, начинают, как бы, охотиться за городовыми. И это вызывает абсолютно позитивный анализ потом в советской историографии. Тебе говорят, что, ну, вот, да, они были рельсонеры, красная пресса, вот, все, топонимика в честь них. А вот те, кто за ними гонялся и сажал их в тюрьмы, те были сатрапы и предатели. Меня, например, очень сильно потрясло, я абсолютно не защищаю царскую власть, она была тупорылая, как, я не знаю, как эта стена. Но меня потрясло, что, например, в охранном отделении никогда не пытали, да, даже народовольцев не пытали, которые убили Александра Второго. Была версия, что пытали Каракозова, не давали ему спать, ну, тем не менее, да. И если брать, скажем, в абсолютных единицах, то да, царская власть была кровавая. Если брать в относительных единицах, это был просто какой-то вегетарианский строй. То есть даже Егора Сазонова, который тут неподалеку убил Вячеслава Константиновича Плеви, не сказнили. Представляете? А Гершуня, который возглавлял боевую организацию социалистов-революционеров, он умудрился бежать из каторги. И потом в Нью-Йорк Таймс печатал, я вам сейчас покажу скринчик, печатал во звание о том, что он не порочил звание Рузвельта. Это клевета, что к нему это приписывают. И, соответственно, ну окей, хорошо. Вот мы имеем дело с тем, что Навальный уже много-много-много лет выступает. Кстати, посмотрите, какое чудесное место, да? Всегда его показываю. Выступает против. И, скажем так, так называемых, вот, среди Эмма Кумуняк, он считается агентом Госдепа и так далее. Мне вообще плевать, кем он является. Это мог быть не Навальный, это мог быть шмавальный, травальный и кто угодно. Но, ну вот, развалился Советский Союз, пришла к власти та самая проклятая буржуазия, ярким представителем которой является антисоветчик Павел Перес. Кстати, по поводу антисоветчика Павела Переса, он в городе Вашингтоне, в Стольном Граде, сделал опрос среди местных жителей о футболке с гербом Советского Союза. Это видео есть у меня. У меня вопрос к некоторым. А вы бы хотя бы просто этот опрос сделали, я уж молчу про герб у меня на футболке. Нет, потому что вам РЕН-ТВ и у нас всяких других блогеров рассказывают, что в Америке за это кирдык. Да всем плевать там. Ну так вот, хорошо, ну допустим, вот Дежинский, Сталин, Ленин и так далее. Последователи этих замечательных ребят, по идее, ведь должны делать что-то для того, чтобы менять государственный строй в лучшую сторону. Я помню, что когда я проводил экскурсию по Рабату в Москве и ехал из своей гостиницы по Бульварному кольцу, все только начиналось во время очередного Навальнинского протеста. Я позвонил своим знакомым из акционерного общества имени Маркса и Энглиса и Господа нашего Иисуса Сталина. И спросил, а вы там? Они говорят, нет, мы там снимаем свои ролики. Я говорю, ну это конечно очень прогрессивно. Дело в том, что мы живем в такое время, когда борцы с капитализмом борются с ним вот в соцсетях и на ютубчике. У меня был об этом отдельный выпуск. Но никто из них никогда не пойдет шатать ОМОН. Никогда. Вот этот вот казачий ОМОН, да, никто никогда шатать не пойдет. Потому что там может тебе прилететь. Я наблюдаю удивительные картины, когда люди продают футболки, книжки со Сталиным. Тут недавно мне в Инстаграм, в Директ, написали ребята, у них 300 тысяч подписчиков, которые выпускают календари с цитатами Сталина. Знаете, о чем они у меня спросили? Сколько стоит у меня рекламная интеграция? Я им даже не ответил. Я не понимаю этой профанации. Наверное, в этом есть какая-то жесткая историческая ирония, когда, ну, кем бы они ни были, все эти дзержинские Сталины, но это были люди межгалактического масштаба. Все это свелось вот к этому, к диванным борценам. Ведь капитализм, он действует очень просто. Он говорит, чувак, ты любишь Сталина? Зашибись. Снимай ролики про Сталина. Делай их больше, дольше, выкладывай, не забывай монетизировать. Хотя можешь их и не монетизировать. Можешь просто их выкладывать. А мы тем временем благополучно продадим всей твоей аудитории рыболовные снасти, свечи от геморроя, кредиты в банке и так далее. Ты даже не заметишь, как мы это сделаем. Более того, мы дадим возможность тебе заработать. И поэтому, пока все вот эти вот Навальные и прочие шатают, типа шатают, хотя они ничего не шатают власть, истинные, настоящие революционеры с диванов пишут, мы тебя расстреляем, Павел Перец, котики мои, какие вы, какие вы сильные, смелые, для того, чтобы только расстрелять, надо слезть с дивана и научиться стрелять. Ну, для начала в тренажерный зал сходить, боксом заняться. Но как бы вот это сейчас революционный протест. На протяжении многих лет никто регулярно в этой среде ничего не делает. Все только декларируют. И получается, что господин Навальный, смотрите, какая замечательная щель, каждый раз я здесь показываю, что господин Навальный, на самом деле, гораздо более последователен в своей протестной деятельности, чем все они остальные. И он гораздо более соответствует определенному алгоритму революционных действий, чем все вот эти вот эмакоуменяки. И вот это, конечно, очень интересный феномен, в котором мы с вами пребываем в настоящий момент. Все это напоминает мне какую-то игру. Дело в том, что нужно коммуницировать с молодой аудиторией. Там сейчас абсолютно 100% антипутинские настроения. Это знаю, у меня огромное количество знакомых. Там ко мне на экскурсию ходят очень много молодежи. Представляете, я вот уже говорю слово «молодежь». И многие, кого я знаю, ходили на эти протесты. У меня не поворачивается язык назвать их какими-то тупыми подростками. Я не поддерживаю их в их стремлении. Я знаю, что им бесполезно сейчас объяснять, что в 90-е годы я не знал, что я буду жрать дальше. Что ты порой боялся пройти по улице, не огребя и так далее. Я знаю, что это бесполезно. Более того, у меня был потрясающий случай. Я проводил экскурсию здесь, в Петербурге. И вот мы сидели в кафе с так называемыми ватниками-центристами. Обсуждали этот момент. И у одного из знакомых как раз молодой парень был на этих митингах. В этот же момент параллельно. И он потом к нам присоединился. Мы с ним разговаривали. Выяснили его мотивацию традиционную. И он сказал такую фразу. Ну вот, у вас все есть, у меня ничего нет. Я говорю, ну мальчик мой. У меня тоже когда-то ничего не было. И недавно, я очень жалею, что я не заскринил. Я об этом уже рассказывал. Он написал комментарий, что это был я. Теперь у меня все более-менее, я как-то подуспокоился и немножечко по другому мыслю. Это генезис. Но что не могут понять многие люди? От того, что вы называете протестующих тупыми, от того, что вы их бьете, будет только хуже. Это показывает история царской России. Это показывает история Советского Союза. Но нет. Хоть кол ноги латиши. Вместо того, чтобы попробовать выставить какую-то коммуникацию с ними. Вместо того, чтобы понять этих людей. Вместо того, чтобы, я тут написал в ВКонтакте, отслеживать тренды в ТикТоке. И было несколько комментариев. В ТикТоке? Ты смеешься? Да, чувак, прикинь. В ТикТоке отслеживать тренды, чтобы понимать, чем живут эти люди. Это вообще-то законы рекламы, маркетинга, медиа и всего остального. Если ты хочешь понимать какую-то целую аудиторию, ты должен понимать, чем она мыслит, как она живет и так далее. Этого не происходит. Если бы Владимир Владимирович Путин не арестовал этого Навального. Ведь мне кажется, что он прекрасно понимал, наш замечательный Алеша, что его примут. И специально на это шоу. Потому что это сразу масса инфоповодов. Каждый протест – это миллиард фоток по всем соцсетям. Нью-Йорк Таймс, вплоть до газеты «Сам» все об этом напишут. Понимаете? Опять у нас мочкует. Если бы Владимир Владимирович Путин, замечательный наш президент, не нырял в прорубь, хотя я это очень уважаю. Он молодец, большой. Но не только бы нырял в прорубь. А, допустим, собрал этих всех тиктокеров и сказал, ребята, очень все круто, что вы делаете. А вот, допустим, Андрей, вы, да, смотрите, какой у вас прикольный видеоролик. А вы не хотите начать снимать какие-то исторические, может быть, что-то, ну, например, я просто не наставил, рекомендую. Вот смотрите, например, бывают такие вещи, вот видите, люк, да, вот казалось бы, просто люк. А написано оно, жил союз Ленинграда, канализация, то есть это еще старый именно ленинградский люк. Обратите внимание, что он меньшего размера. Я не хочу сказать, что это решило бы проблему, но это был бы первый шаг навстречу. Но Владимир Владимирович Путин этого не делает. И никто вокруг него ему не подсказывает, что ему нужно делать в этот момент, если он сам не догоняет, да. И в итоге мы имеем вот эту патовую ситуацию, когда некая среда, которую у нас трактуют как тупой, вот еще я сейчас вам покажу один из моих любимых моментов. Видите, мы тут все по кругу ходим, во-первых, эта щель прекрасная, отсюда замечательно читается. Ну и вот, видите, окно в окно, наша традиционная история. Эту среду, которой, ну, ей бесполезно что-то объяснять, и их оппонентов, которым тоже бесполезно что-то объяснять. Потому что ведь это всегда прекрасные некие ребята и ОМОН. ОМОН, он всегда будет крайний. Он был крайний в царские времена, менты были крайние в советские времена. Хотя по факту ОМОН это некий инструмент власти. ОМОНу говорят, иди туда, делай то-то. И он это и делает. Он не может сказать, я считаю, что это неправильно, я не пойду. Ну и, собственно, ты будешь уволен, на самом деле, из этих структур. Поэтому ОМОН, я не хочу сказать, что он тут ни при чем, но как бы он просто крайний. Потому что менты, они всегда козлы. Всегда, во все времена. И вот эта вот патовая ситуация, в которой ты живешь, и из которой ты по факту ничего не можешь сделать. Но вот когда начинают задавать вопросы, типа, неужели они не понимали, там, я не знаю, в 1905 году, в 17-м году, в Советском Союзе и так далее. Неужели они не понимали, к чему это может привести, к чем это может закончиться. Вот вам конкретный пример. Нет, не понимали. Потому что у всех как бы шоры на глазах. У одних одни, у других другие. И власть, вместо того, чтобы разрубить этот Гордив узел и как-то попробовать ситуацию смодерировать, она ее только усугубляет. И на самом деле я сейчас чувствую, как нарастает вот это напряжение потихонечку, с каждым годом. Хотя я не могу сказать, что ситуация у нас в стране прям катастрофическая. Да, пахнет керосином, но не так, допустим, как в тех же самых 90-е годах. Так вот власть этого сознательно не делает. И сознательно не идет ни на какой диалог с протестными движениями. И что самое главное, ведь там не только эти самые тупые подростки, есть и взрослые люди, и причем я бы не сказал, что даже тупые. И если вы помните из курса моих лекций о народной воле, да вообще обо всех остальных. Народовольцы, когда начинали свою деятельность, вот особенно был такой кружок чайковцев, они все были белые овечки. Они вообще не думали даже ни о каких убийствах. Но пройдет время, и они грохнут Александра Второго. Я не к тому, что вот эти ребята, и не только ребята, которые уходят сейчас на митинги, начнут заниматься террористической деятельностью. Потому что у нас сменилась на самом деле и охранительная структура, то есть ты теперь не поездишь спокойно с поддельным паспортом в Европу и обратно. Нет, но то, что будет происходить определенная радикализация, если ничего не будет меняться по части работы с этой аудиторией, это однозначно. И почему стратегически этого не видят там, нет ответа. Но к чему это может привести, есть ответ. А на вопрос, а что ты, Павел Перец, сделал для этого, я вам, ребята, позволяю высказываться у себя на всех ресурсах, свободно. Вы можете писать, что хотите. Я реально никого не баню. Вот вчера забанил одного человека, который мне писал на протяжении нескольких лет. Но дело в том, что это традиционная история. Я любитель Сталина и Ленина, но барыжа бусами. И продаю их на Авета. И, соответственно, я ему раз написал, мне надо это дело рекламировать у меня посредством ваших высеров. Два написал, три написал, четыре написал. Но в итоге забанил. Исключительно поэтому. А так, пожалуйста, пишите. Потому что я считаю, что лучше писать некоторым здесь, чем, не знаю, детей по кустам тратить. Так хоть какой-то выплеск энергии. Единственное, что я хочу сказать, что поскольку вся революционная борьба происходит на территории капиталистического Ютуба, то капиталистический Ютуб диктует свои правила. В последнее время я стал замечать, если раньше я все оскорбительные комментарии вынимал из спама, свой адрес я имею в виду, вынимал из спама, то теперь я вижу, что человек что-то написал, типа Павел Периск и так далее, а его даже в спаме нет. То есть система сама вас уже начинает банить. Искусственный интеллект начинает давать свои плоды. Поэтому не удивляйтесь, если что-то все-таки не появится. Я здесь ни при чем. Я это не удаляю. Я, наоборот, постоянно мониторю то, что у меня находится в нежелательных комментариях или в спаме и старательно это дело вынимаю. Поэтому пишите то, что вы хотите. Ну и посмотрим, как будет ситуация развиваться. Клип на песенку про Навального я же ищу вот там внизу. Увидимся. Пока.